Морозным утром 22 декабря 1849 года к столбам, надев на них балахоны, привязали петрашевцев. Задробил барабан, солдаты прицелились, в последнее мгновение казнь заменили каторгой. И Достоевский, а главы преступления и наказания, русский вестник публиковал одновременно с тем, что выльется потом в войну и мир, в это мгновение стал верующим. Не помню другого такого счастливого дня. Я ходил по каземату и все пел, громко пел. Как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить. Как я не дорожил им, сколько раз грешил против сердца моего и духа. Жизнь – дар, жизнь – счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. Клянусь, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Фёдор Достоевский. То есть это совершенно уникальный дар Божий для русской словесности. Вообще человек Достоевского, у Истина Поповича есть такое выражение, что на смену человеку Фауста должен прийти человек Достоевского. Человек Фауста – это человек западной культуры. Это вечно недовольный, вечно ненасытимый, умный, энергичный, но чахлый изнутри, как бы, значит, такой со сключенным сердцем. Человек, который пытается механически найти счастье. В пробирках, в колбах, в путешествиях, в алхимии, в анатомии. И вот он пытается, как бы, так сделать пилюлю счастья такую. Формулу любви пытается выловить. И не может выловить её вечно несчастье. Готов дьяволу душу продать для того, чтобы найти счастье и крикнуть однажды. Остановись мгновение, ты прекрасна. Это Фауст. Западная цивилизация – цивилизация Фаустов. Вскоре и сам Достоевский станет стряхивать с себя прогрессивный мусор. «Атеисты, европейские либералы», – обращается он к Тургеневу и Белинскому. «Народ просвещаете, а в Бога не веруете». В «Закате Европы», кстати, об этом говорится, вот именно эта мысль. Иусин Попович продолжает, что на смену этой цивилизации Фауста, вечно недовольного, много знающего, но не имеющего счастья, должна прийти цивилизация Достоевского, слышите, из Пушкинской речи, где он говорит о русском человеке, как о все человеке. Русский человек не закончен. Поэтому он так отзывчив. Он отзывчив на итальянцев, на греков, на шведов, на финнов, на арабов, на персов. Он чувствует свою красоту в каждой культуре, и признает в человеке достоинство, кем бы он ни был. «Нет во мне веры, и все тут. И книгу вот эту держу без должного, так сказать, трепета». Это, как вы изволили выразиться книга, со мной каторгу прошла. Мне ее подарили на пересылке в Тобольске, жены декабристов. И, кстати говоря, это единственная дозволенная во строге книга. Да, один раз ее у меня украли. Знаете, я ведь там много узнал про душу человеческую. Это, как омуту. Без веры можно не выбраться. Вы взяли? А кто? Кто? Петров! Петров, ты извини, пожалуйста, я тебя спросить хочу. Ты зачем украл Евангелие? Не украл, а взял. У нас с барином все общее. Че сжете? Правда, барин Федор Михайлович? Ты зачем это сделал? В газину пойду выпить до самое время, пока казарму не закрыли. Петров, ты для чего мне чай заваривал? Рубахи мои стирать носил? Ты же мне помогал во всем, а? Для чего ты это сделал, скажи? Знаю. Осознайте. Нет, нет, я тебя не осуждаю. Я понять тебя хочу. А, все одно не поймете. Э? Выпить страсть как хотелось. Да не в барске это дело. Федор Михайлович в наших длинных душонках разбираться. Не стоим мы этого. Это у вас душа. А у нас не шиша. Ты что, не верующий? Верующий. Верующий. Как же ты мог святую книгу на водку променять, Петров? А Бог простит. Он мне его сделает. Петров, долго тебя ждать? Да иду я! Иду! Давай бегом! Иду! Что было дальше, я сам не видел. Мне рассказали. В подробностях. Не дам. Фельдшера надо! Помрет, Газин-то! Ивангель. Ивангель. Так где же здесь Бог? Федор Михайлович. Ужас один и мрак души человеческой. Тут ты и прозреешь. Нет Бога. А может, только пройдя весь этот ужас и мрак, человек и понимает самое главное, без чего жить нельзя? Нельзя есть Бог. Есть. И готов учиться у всех. И готов сплавить в себе лучшие черты других. Это одна из только идей Федора Михайловича. Чего стоят только бесы, его после выхода которых в свет, в печать, в тираж, революционное движение охнуло, присело и замолкло. На несколько десятилетий почти что. Потому что анатомический разбор всей той бесовской дряни, которая называется революция, он был показан и развернут так широко и так масштабно на глазах читающей публики, что революционеры просто узнали там себя и заглохли. Правильно у вас там в бесах один герой говорит равенство, равенство, главное равенство. Каждый принадлежит всем и все каждому. Это вы уж извините. Ну? Знаете, вот с одним только не соглашусь. С Богом вашим. Вот тут вы не дотягиваете. До чего я не дотягиваю? До действий. Ну ничего, это мы уже сами. Мы такую смуту поднимем, все поедет со сном. Огнем и смертью. Ой, огнем и смертью. Да? Огнем и смертью огнем. Вот вы хотите добиться, убивая. Справедливость. Высшая справедливость. Ведь после вас придут другие, новые, еще циничнее, еще кровавее, и вас потом уничтожат. Точно так, как вы предыдущих. Тоже войны выше справедливости. Океан, жла, море, кровь из-за великой неправды, которую вы вбиваете в голову людей. Вы не понимаете, вы молодой человек. Как же вы? Или если понимаете, вы уже сознательные губители России. Ого. Ну что, вы в самом деле верите, что Бог все видит, все рассудит, примирит богатых, бедных, сытых, голодных. Бог. Только Бог. Просто заглохли. Им нужно еще какое-то было время очнуться от этого нокаута, встряхнуться, как бы, и, будучи бессовестными, продолжить свое дело. Но бесы, как бы, вбили, в принципе, идеологический кол в то, что называется социализм, революция, вот этот заговор, убийство венциносных, и мы наш, мы новый, земное счастье, Бога нет, это все свинство, вбит осиновый кол, читайте бесов. Друг мой, произнес Степан Трофимович в большом волнении, видите, это точь в точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашим больном, в нашей России, за века, за века. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности, и сами будут проситься войти в свиней, да и вошли уже, может быть, и я, может быть, первый во главе. И мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море, и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых, и будут все глядеть с изумлением. Вы поймете потом. Мы поймем вместе. Федор Михайлович Достоевский. Бесы. Идиот – это попытка показать уязвимость добра в современном мире. Это грандиозная задача, отчасти выполненная Достоевским. Ибо изображать порог удавалось у многих. Например, Гоголь беспощаден в изображении пошлости. А вот изображать идеал ни у кого не получалось. Об это сломали зубы все великие романисты и писатели. Достоевский попробовал нарисовать идеал в мире зла. У него получился больненький князь Мышкин, слабо незащищенный, однако же светлый и невинный. Это грандиозная попытка ввести Евангелие в плоти, кровь современности. Купи, барин, крест серебряный. Всего за 2 гривен отдай. Серебряный. И смотрю, он протягивает мне крест. Только что снял себя. Но только оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривен и отдал ему. Крест тут же на себя надел. По лицу солдата было видно, как он доволен, что надолг глупого барина. И тотчас отправился свой крест пропивать. Это уж без сомнения. А я иду и думаю, нет, этого хрестопродавца. Подожду осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Через час наткнулся на бабу с грудным ребенком. И ребенок ей улыбнулся в первый раз от своего рождения. Я гляжу, а она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. А я ей говорю, спрашиваю, что ты, молодка? А вот, говорит, как бывает материна радость, когда она первую улыбку своего младенца заприметит? Вот, говорит, точно такая бывает и у Бога радость. Всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред ним от всего сердца на молитву становится. Это мне баба сказала. Она такую простую, такую глубокую, истинно религиозную мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась. Все понятие о Боге, как о нашем родном отце. Главнейшая мысль Христова, простая баба. И кто знает, может, это бабушка, жену и тому же солдату была. Ну, конечно, братья Карамазовы, это история одной семейки, это вообще рентгеновский портрет русской души. Потому что у нас есть Алеши. Если у нас не будет Алеш, не будет России. Россия вообще живет ради Алеш. У нас есть Иваны. Это русские люди, отравленные западной культурой, влюбившиеся во что-то несуществующее или существовавшие раньше, и теперь ненавидящие свою мать родную. Ведь это, по идее, Ивана Смердяков убивает Карамазова-старшего. И Иван рождает легенду о великом инквизиторе. И эта мысль о слезе замученного ребенка, о билетике Богу возвращенном, это все Иван. Есть Митя, который может пить, гулять, драться, влюбляться и пойти на каторгу за чужие грехи. Таких русских людей у нас валом вали. У нас есть и Алеша, и Ивана, и Дмитрий. А еще, да, Смердяковы у нас есть. У нас полно Смердяковых, которые говорят, а я всю Россию ненавижу. Мне кажется, что такого закона природы, чтобы человек любил человечество, не существует. А если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственное потому, что люди веруют в свое бессмертие. Уничтожьте в человечестве эту веру, и в нем тотчас же иссякнет не только любовь к ближнему, но и всякая живая сила, чтобы продолжать жизнь. Без веры в бессмертие ничего не будет безнравственного. Все человеку будет дозволено, буквально все, от эгоизма до злодейства. И не только дозволено, но и признано самым разумным и необходимым исходом в его положении. Но позвольте, значит, злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника? Так что ли? Да, так. Запомню. И на гитарке брейн, брейн такой. Надо было французу сдаться, говорит Смирдяков, были бы культурной нацией. И, конечно, есть Карамазов-старший, который наплодил всю эту вот палитру великих людей. Это история одной семейки. Человек, не считавший братьев Карамазовых, вообще не имеет права рассуждать о России и ее истории, потому что лучшей книги, рентгеноскопические, значит, просветившие нашу душу, нет в мировой литературе. А именно эти книги формируют то, что Томас Манн называл «святая русская литература». «Мы благодарим Бога за тот талант, который был подарен этой избранной душе, не лишенный грехов, но имеющий покаяние. В холщовой рубахе на коленях он стоит в покаянии перед Богом за весь мир», сказал о нем один критик вскоре после смерти. «И я бы мог о нем говорить часами, и мне было бы радостно, а вам было бы нетрудно слушать, потому что это божественная тема. От рождения, от каторги, от петрашевцев, от покаяния, от Евангелия под подушкой, под тюремной тюфяком, от первых романов, от бедных людей, от белых ночей, до смерти и погребения в Александрневской лавре, феерического на самом деле погребения. Таких погребений Петербург тогда еще не знал. После этого так хоронили Скобелева и Иоанна Кронштадтского. А больше таких погребений Петербург не знал. В общем, эту грандиозную тему я заканчиваю тем, что вы обязаны, если вы русские люди, прочесть Достоевского все, что большое, что он написал. А берите сразу преступление и наказание. А потом берите, например, идиота или бесов. А потом берите братьев Карамазовых. Вы будете другим человеком, это обещаю. Федор Михайлович вас смет за шиворот, протащит по всем закоулкам темной и грязной души человеческой, а потом к Христу приведет, как котенка на колени перед ним поставит. Пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть. Красота — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить ее нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Эти слова принадлежат Мите Карамазову, благородному, но вечно метущемуся человеку. Этот персонаж характер самого Достоевского. Алеша — это идеал, к которому он стремится. Рационалист и создатель социальной утопии Иван — это его докатрежное прошлое. Три брата — это три этапа жизни писателя. Вместе они составляют единую личность. Но есть и четвертый брат, незаконно рожденный лакей Смердяков, не человек, а воплощенный грех, настоящий убийца отца Федора Павловича Карамазова, который наследует черты родного отца Достоевского. Тот тоже умер насильственной смертью, забитой своими крестьянами. «Смерденье» «Смерденье» Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям, детям Донбасса, которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем, не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня, не завтра, а сегодня. Спасибо. Да, и давайте обсудим это все в комментариях. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и давайте пообщаемся. Очень интересно, что вы думаете об этом. Игорь Негода.